тема нашего следующего урока это первые русские богословы в киевской руси их имена их идеи но прежде чем говорить о русских богословах вот я хочу сразу положить два разных основания в чем их отличие наших русских богословов от богословия запада значит познакомимся мы с этим богословием запада я перед вами схема византийское самодержавие и греческое богословие поскольку это то что к нам перец было пересажено но это не значит что мы это все восприняли это все будет очень творчески переработана потому что у нас есть свои были свои особенности принятия христианства так вот византийское самодержавие я рассмотрю вторым а первое греческое богословие все особенности греческого богословия вытекают вытекают из первого положения мы прочитали это да непостижимость бога восточное богословие греческое богословие она в истории называется а по фатическое а по фатическое то есть у бога нету качеств нам не за что зацепиться он он непостижим для нас у вас есть какие-то мнения на этот счет постижим или непостижим бог импоненте на интерсценденте он как он далек так он и близко он какой ученый человек молодец вы понимаете в чем дело конечно непостижим если бы он нам себя не открывал есть у нас книга библия которая есть откровение божье бог нам сообщает вещи которые мы сами по себе мы никак не можем знать например он сообщает о первородном грехе как вы могли бы знать об этом о полной погибшейся человека как бы мы могли об этом знать понимаете как затем еще бог дает обетование наша вся жизнь христианская идет в соответствии с обетованиями он обещал нас не оставить он обещал нас слышать в библии говорят около трех тысяч таких обетований хорошо нам их выписывать заучивать стоять на них брать их съедать их стоять на них ты так сказал бог говорит я не человек чтобы мне врать поэтому обетование и потом еще что делает господь он не столько ублажает нас давая нам все для нашего удовольствия но он на нас наполняет силой у нас маленькая вера и он большой силой своей эту веру поддерживает это удивительная вещь он нас ставит на ноги чтобы мы могли сами идти и делать то что он нас нам повелить понимаете какая удивительная вещь поэтому относительно непостижимости бога как это понималось а вот в греческом богословии из этого вытекают все особенности этого богословия почему дальше идет мистическая обрядность мистическая обрядность то есть считается что каким-то образом все-таки мы доводим до бога свои мысли и он доводит до нас свои мысли это через мистическую обрядность почему пойдите в любую православную церковь и скажите батюшка спастись хочу что мне для этого делать я посылала студента одного он просто не поверил мне что тебе не скажут этого пути спасения он не поверил он пошел вернулся как правильно вернулся все таки батюшка сказал ходи в церковь ходи мистически на тебя будет действовать музыка пение запахи облачение движения что-то там снять что-то взять что-то перенести что-то переложить тут понимаете мистически все это имеет мистическое такое значение и ты ходи ты главный ходи и под этим влиянием будь дальше в этом богословии очень много взято от ветка за ветского завета ведь в первой христианской церкви там не было иерархии в смысле превознесения одного класса людей над другим иерархия когда не равны люди ну в наших церквах есть пересвитеры есть дьяконы но они не являются лучшими верующими высшими верующим понимаете иерархия это не есть порядок в церкви а это возвышение это то что называется клир и мир есть священники которые ближе к богу есть мир который вот там уж плетутся где-то поэтому иерархия как это раньше было в народе израильском когда были священники они были отделены от народа они были другие чем народ где-то крещенство это идет из ветхого завета по аналогии с обрезанием это введение в церковь чему подвержен весь народ все живущие в данном городе все проживающие в этом государстве все дети они крещены в церкви и они входят церковь и таким образом они делаются и членами государства поэтому где-то крещенство это основа вот этой церкви храм это дом божий это по ветхому завету вы помните саламон когда построил храм он сказал ты будешь привык услышь на этом месте когда народ придет к тебе на этом месте мы помолимся тебе ты услышь нас то есть не в любом месте по ты помолишься ты в этом храме помолишься и этот дом где живет бог и бог это подчеркнул помните облака наполняла дом до законничество дан закон который надо исполнять и вот такое законничество характерным черта было затем элементы язычества они остались и они вошли все в это богословие но например молитва за умерших нам библия запрещает общаться с умершими вы знаете об этом да библия запрещает общаться с умершими молитва за умерших нельзя ни за них молиться не им молиться открытое принадлежит человеку сокрытое у его это не твоя компетенция уже и ты туда вмешиваться никак не можешь и общаться с умершими это я хочу сказать вам это даже не просто язычество это вавилон вы помните вавилонскую башню строили чтобы достигнуть небо чтобы ключи могущество ключи могущество взять элементы язычества поклонение святым поклонение иконам это язычество знаете что некоторые православные это хорошо понимают моя подруга паптистка она ходила слушать беседы в храмы православные там очень хороший священник проводил эти беседы по пророкам и она ходила слушать и когда слушатели наши спросили они каком-то притворе занимались а тут значит вот сам храм со всеми иконами и спросили они батюшка ну хорошо вот так с нами хорошо беседуете а это тогда что вот этот там носить ну иконы иконостас висит и он так посмотрел как будто впервые увидел это это ах это язычество это понимаете даже сам так вот определил но вы будучи образованным человеком прекрасно читал лекции по пророкам и затем понимание спасения слушайте в греческой церкви и в римской церкви было воспринято правильное учение о боге это то что вы изучали по патристики учение о боге что христос есть бог да что христос есть человек и что сто процентов это бог сто процентов это человек таким образом правильное учение о боге было воспринято а что не было воспринято не было воспринято учение бога о спасении и это будет воспринято знаете когда только во время реформации а до этого как понимала спасение а вот посещать церковь исполнять ее предписание и совершенствоваться само совершенствование это называлось обожение причем это понимаете ли это по не воспринималось даже физически вот и присутствует и открой свое сердце и вот так вот откройся действию музыки запаха обстановки этих ликов красивых на стенах и вот у тебя происходит вот это совершенствование ну и конечно работа над собой над своим характером самосовершенствование вот это как мы восприняли будем мы это увидим как было воспринято в россии нам не безразлично современная церковь и у нас есть что ей предложить поддержите наш проект молитвой финансами информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте 3wtv seminary.com теперь самодержавие византийское оно имело черты которые мы очень замечательно все восприняли я имею ввиду государство трансцендентность власти слова трансцендентный это понятно словами или нет превосходящие чувственные превосходящие разум трансцендентность это качество божье превосходит материальные разумные чувственные так вот трансцендентность власти что власть от бога вы знаете что на западе я вам говорила была власть папы но была власти этих вот королей которые захватили разные части римской империи в на востоке византии константин воспринимал себя императором что это бог его сделал таковым и так потом и пошло ведь церковь получит свободу от и от константина и поэтому все что константин будет делать это будет как бы бог через него делает теократия то есть правление царя самодержца самодержавие это управление бога через него отсюда получается нам хорошо знакомые вещи прочитали дальше диспотизм волюнтаризм это понятно это решение основанное только на моем желании на моей воле сделаем вот так вы знаете что я большим интересом сейчас вот предвыборные читаю все эти речи особенно экономистов которые рассказывают по по экономике как как-то пушкин писал как чем государство богатеет и как живет и почему не надо золото ему когда простой продукт имеет вот так евгений онегин и пушкин писал рассуждают роль налогов каким они должны быть как как эти рычаги это же экономика налоги деньги это рычаги которые могут в ту сторону деньги вести или в эту сторону деньги вести а здесь волюнтаризм общество не вызревает изнутри оно неестественно потому что правитель решает то как каково его желание что он хочет он не ждет когда общество созреет чтобы принять какую-то идею неестественное общество поэтому бюрократия оторванная от жизни вы понимаете ли мы это то что к нам пересажено и если в области богословия у нас будут свои варианты то схему систему вот государственные она у нас просто пересажены бюрократия оторванная от жизни чиновники бюрократия чиновники и потом еще родовое чувство нет личной ответственности но это такая глубокая хитрая вещь вы понимаете ли очень долгие годы очень долгие годы это особенно в россии россия жила миром мир колхозом мы все и поэтому все виноваты или все наоборот правы от личной ответственности нету ну естественно нету если есть волюнтаризм боязнь человеческого фактора честный фактор как интересно вы понимаете это слово честный фактор как вы могли бы его объяснить наверное боязнь быть личностью самостоятельно мыслить самостоятельно да это это мы говорим это нет личной ответственности а боязнь честного фактора это власти боятся честного фактора вы знаете что ну примеры примеры когда нужно строить что-то государственного значения и надо сносить дома людишек которые тут живут оказались тут живущими и это вызывает какой-то боязни и отрицательную оценку что ли это протестуют они не согласны отсюда приезжать это их жилье наследственное ну вот приходится в газетах читать об этом и правительство боится этого честного фактора что какому-то человеку может быть неудобно плохо то что решает правительство понимаете меня да так вот не должно быть этого уберите его куда-нибудь чтобы его не было боязнь это идет издалека из византии это идет и понимаете и все проникающий аскетизм ну у нас это выражается так жила бы страна родная и нету других забот то есть для меня я сам я я ноль тут единица вздор единица ноль и ты можешь и поезд туго подтянуть и протестовать не пойдешь и понимаете ли все проникающий аскетизм то есть ты всеми должен жертвовать отказываться служить вот так вот эта система пересаженная была как в византии голос народа тут не было слышен так же и потом мы восприняли эту систему и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok